Мы выходим на острове. Остров очень маленький. Со всех сторон омывается. Он прозрачной водичкой. Нас уже ждут. Яря потерял тапочек. Вообще со всех сторон какая красота. Никогда такого не видел. Наверное мало где был. Продолжу рассказ об этой церкви. Была найдена икона. Она просто плавала в воде. Никто не знал откуда она взялась. Кто был ее иконописцем. Но мореплаватели поняли. Если она плавает в воде. Значит она логично подумать уплыла у кого-то с корабля. Скорее всего во время шторма. А если ее брал с собой кто-то на корабль. Значит она была кому-то очень важна. И вполне вероятно была покровителями той или иной семьи мореплавателей. Или может быть целого корабля. Они ее поставили к себе в дом. И через некоторое время. Один брат очень заболел сильной страшной болезнью. И родственники и друзья его стали молиться к этой иконе. Прося чтобы она защитила его. И спасла от смерти. Действительно чудесным образом брат исцелился. Остался жив. И люди поняли что эта икона действительно. Видимо помогает мореплавателям. Они очень сильно разозлились. И каменовали аббата. Закидали его насмерть камнями. За что Венеция исключила из церкви. Город Перас на целых 11 лет. Все церкви были заколочены. Были запреты наложены на всякого рода священное таинство. И так далее. И люди решили пойти на Хидрос. Если здесь была найдена икона. Они подумали. Ага сейчас мы построим островочек. Который не будет относиться к тем запретным церквям. И вообще к городу Пераску. Поскольку он будет в воде. Новый остров. И сюда будем приходить молиться. Мы продолжаем путешествие по острову. Мы были сейчас вот в этой церкви. Нам прочитали историю ее. Но мы оставили группу. Потому что Яречка бегает. Яречка знаете что сделал? Вышли на улицу. Что? Яречка на пушку положил Джорджа. Снял штаны. Немного написал. И все смеялись. Маяк какой-то. Небольшой. Вода вон какая. Стой. Иди сюда. Розрачный. Видишь как близко возле воды. Но сейчас уходишь. Немного аппетита. Иду. То есть вон. Ванил. Ой. Аuring. Вен reste и стойка. Алин. Мы подходим к городу Котор. Сейчас будем высаживаться, покидать этот кораблик, получим там экскурсию, потом свободное время и будем возвращаться уже в Бугу. Мне очень понравилось, я очень потрясен местной природой. Экскурсия была супер. А вон какой там круизный лайнер стоит впереди. Сейчас пойдем посмотрим. Видели какой круизный лайнер? Вот какой кораблик. Ну все, причаливаем. Мы приехали в Котор. Здесь будет стоять наш автобус. Вон в горе вон стены крепостные. Вообще круто. Когда это кто-то, когда-то это кто-то делал, строил. Вообще офигеть. Фонтан, малый, да. О, смотри, смотри. Яри, смотри какой корабль. Скажите, а вы бывали в Черногории? Первый раз. Первый? Мы тоже. Первый раз? И как вам? Ну ничего, впечатление нехорошее. Дело в том, что я очень боялась приехать сюда. Я думаю, да надо мне надо. Черные горы. Что я не видела? Горы. А ты такая красивая. Из Молдании. Город Бельц. Мы из Беларуси. Очень бедно. Нам дали карту. Вон Яри дали карту. Он изучает. Яри, ты изучаешь? Яри быстрее нас разберется. Главная площадь города Котт. Такая маленькая. Полудки намного больше. Даже Ксюша в шоке. Ольга из Беларуси. Третья флаг. На самом флаге крепости. Святого Иоанна. Которой вы видите на самом верху. Черногорский красный флаги. Она находится на высоте 261 метр над уровнем моря. Чтобы туда дойти, нужно преодолеть порядка 1300 ступеней. Это где-то минут 40 примерно по времени в среднем, с хорошим физическим здоровьем, чтобы подняться наверх и, естественно, столько же, чтобы спуститься вниз. Очень тяжело. Но вы видите, если присмотритесь, люди туда поднимаются и спускаются, естественно, в том числе. Вот каждый раз, каждый день солдаты делали такое восхождение, поднимались наверх и следили, чтобы на их город не напали. Когда вот пришло какое-то новое сейчас время, дворянские семьи уже давно не жили в Черногории. Они давно подарили свои дома, когда в Саяне город, потому что город Котов, мировое наследие ЮНЕСКО. Малыш подарил магнит из Павловска экскурсоводы, она очень растрогалась. Итак, мы с вами находимся на второй по площади и второй по величине, вернее, по величине и по значимости. Вот так, площади. Это площадь Святого Трифона. Перед вами Кафедральный собор Святого Трифона, который когда-то был построен не этот собор, а именно на этом месте была построена маленькая церковь, посвященная Святому Трифону в 809 году. Площадь Святого Луки. Название получила вот по этой маленькой церквушечке, которую вы видите. Церковь была построена в 1195 году. Сюда пришел греческий морской торговец. Он женился на дочке градоначальника, она была католичкой. Он построил здесь православную церковь, куда приходил молиться. И ключи от церкви передавались из поколения в поколение по мужской православной линии. Мы в лавочке Handmade. Вот я очень все красиво сделано своими руками. Вот такая маленькая подонапорная башня. Все. Хвала. До свидания. До свидания. Мы пришли в какой-то магазинчик. Вон, очень красиво. Кеды. Всякие значки. Магнетики. Кепки. Монтенегро, Украина. Монтенегро, Россия. Причем месть. Вот, что называется дружба народу. А вон Супермен. Где? Вот. Вот это? Да. Точно. А это кто? Это Бэтмен. Да. Да. Бэтмен. А вот это кто? Телеветка Горь. Правильно. Вон мотоцикл БМВ. Где? Горь. Вот это? Да. Точно. Давай кучим, что я могу на... Часы прикольные. Мы после экскурсии получили немного свободного времени. Остановились на площади. Около таких вот часов, которые бьют периодически. Выпить вина, съесть мороженое. Ярия, он опять куда-то свалил. Ярия. С ложкой. Упал. Взяли вина вот этого вороняк. Как бы нормально. Везде по одной цене 10 евро. Время у нас очень мало, поэтому мы сейчас будем галопом по которым, как говорится. Привет. Привет. Ну все, будем кушать, пить и погоним. Все, мы приехали с экскурсии в Бу-2. Сейчас мы в своем сквере-аллее. Ярия так и не уснула. Он пошел кувыркаться, играться. Молодец, малыш. Целый день на ногах. Не уснул, не заснул. Сегодня в хорошем настроении. Ну и молодец. А вот он, а вот он вылез. Беги, давай кепку. Ярия. Ой, малыша, мячик. Ярия захотел попить. Ярия, Ярия. Убежал малыш. Ярия, мяч погнал. Молодец, малыш, отдал. Малыш понимает игру, а другие дети не понимают. Да. Он отдал. Хотя бы никто не заставлял. Заигрывает со всеми. Там совсем маленький, малыш. Он отобрал у него мяч. И убежал. Я дал большой. Малыш. Ярия, иди мяч забирать. Мяч вон, иди забирать. Ярия, в канал куда-то ушел. С мячом. Главное сон. Он-то мучит с какими-то черногорскими детьми.